Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать. Это будет детское меню из Burger Station. Я его просто обожаю, несмотря на то, что оно детское. Здесь много всего, и я могу наесться этим всем. Также взяла напиток и моя новая дощечка. Я не знаю, вы заметили или нет, но мне на самом деле настолько надоело вот эта вот белая тарелка. У меня даже две их. Мама специально покупала для видео. Но мне настолько они надоели в том плане, что я, например, велкой начинаю кушать. Давайте кольцо сниму все-таки, перед тем, как одевать перчаточки. Вот эти тарелки белые, которые у меня всегда были в видео, они, в принципе, неплохие. И смотрелись тоже классно, но иногда бывает, я беру, например, белую шаурму, и она сливается. Включаю режим баланс белого, и получается так, что шаурма, например, сливается в тарелку. Обожаю их картошку. Обожаю. Лучше этой картошки просто нету. Попросила задать вас вопросы в моем инстаграме. Там первый вопрос, который я просто мельком увидела. Касательно университета. Ой. Запачкалась уже сразу. Сложно ли поступать в университет? С какими баллами я поступила? На мой взгляд, в университет поступать очень сложно. Хотя кому-то, может быть, и нет. Но мне было очень тяжело. Я вспоминаю эти года. Это просто был ужас. Я ходила к шести педагогам. То есть от одного педагога выхожу, иду к другому. Выхожу потом к третьему. Ой, как классно выглядит. Вау. Вау. Здесь котлеточка. И начинаем кушать. Это просто вкуснотища. Сегодня тоже хочу снять какой-то влог. Прям вдохновение. Хочется снимать влоги. Как-то один раз я начала снимать неделю влогах. И потом забросила. Просто я поняла, что у меня нет удохновения. Мукбанки я могу каждый день снимать. Я могу в день два мукбанка снять. Даже три могу снять. А влоги для влогов у меня должно быть специальное настроение. Мукбанк это что-то другое. Я сажусь снимать мукбанки. Я даже не знаю, о чем я буду говорить. То есть это как-то по ходу. Это как ты идешь в ресторан, например, с подругами посидеть. Ты же не думаешь о том, что... А что я буду с ними обсуждать? А что я буду говорить? Для меня это то же самое. Очень вкусно, ребят. Это просто божественно. И как назло, на телефоне 1% зарядки. Считаешь ли ты, что пора выходить замуж? На самом деле нет, я так не считаю. Я считаю, что возраст это не главное. Есть подписчицы, которые мне писали в комментариях, что они вышли замуж в 17 лет. И, например, они счастливы. На мне 22, например. А я считаю, что мне еще не пора. Я считаю, что до 25 лет я могу остаться еще свободной. Нужно встретить своего человека, на мой взгляд. Дело не в том, что просто я галочке выйти замуж, что вот я замужем, ребята. Я выполнила свою функцию. Я хочу реально быть счастливой. Я хочу выйти замуж по любви, чтобы мы друг друга понимали. Чтобы, например, мужчина меня поддерживал в том, что я делаю. А не думал, блин, фигней страдает. Ест на камеру. Что за хрень? Чтобы, например, мне идеи подкидывало. Чтобы ему тоже было интересно. Мукбанки. Он как-то разбирался в этом. Упало. Ой, как это вкусно. Бургер стешн. Это не совсем как фастфуд. Это безвредная еда, которая еще и плюс очень вкусная. Обожаю просто. Картошечка вообще божественная. Например, моя мама вышла замуж 22 года за моего папу. И она, если честно, не очень любит вот эти вот романтические моменты вспоминать. Но мама говорит, что до 20 лет она вообще не хотела семью. Но потом уже встретила моего папу и поняла, вот он тот самый. То есть определенного возраста благополучного для брака нету. Как я чей-то влог смотрела, и там блогер говорил, что хороший возраст для создания семьи это 21 год, 28 лет. Ну, 21 год уже прозевали, получается. Ждем 28 лет. Что бы ты выбрала, спонтанность или стабильность? Вот это, кстати, вопрос очень интересный в том плане, что я такой человек. Если даже я буду любить парня, у меня будут к нему чувства, я хочу быть рядом с ним. Но я понимаю, что с ним никакой стабильности не будет, что я буду как на пороховой почке, убью в себе эти чувства. Элементарно в универе был парень, который мне очень-очень нравился. Мы сидели на одних и тех же уроках. И даже спустя 2 года он мне сказал, что я ему нравлюсь. Но я понимала, что это бабник, который поиграет со моими чувствами и бросит меня. Хотя мне он очень нравится. Я решила все-таки не строить с ним никакие отношения. Для меня стабильность это очень-очень важно. Верность, стабильность. Я всегда боюсь остаться одна у разбитого корыта. Вкуснотища. Меня часто дразнят из-за того, что я худенькая. Что делать в таких случаях? На самом деле я тоже в детстве страдала от того, что все называли меня худенькая. Все говорили моей маме, почему вы не кормите своего ребенка? Для меня, если честно, это не доходит, потому что я смотрю фотографии и понимаю, что я нормально выглядела. Я не была супер худой. Почему все так приставали ко мне, я не знаю. Нагетсы божественные вообще. Макаем в кетчап. Еще есть такой момент, что некоторая одежда показывает нас худенькими. То есть нужно одевать такую одежду, чтобы она зрительно делала тебя полнее, показывала тебя полнее. Я шла в школу, никто меня не называл худенькой. То есть все считали, что я обычный нормальный ребенок. Я, правда, была ростом чуть меньше всех своих одноклассников. Такая мелкая была, но не худенькая. Я стояла по росту одна из самых маленьких. Либо предпоследняя, либо последняя. Мне всегда было обидно. Мне так хотелось стоять первой где-то там. Моя двоюродная сестра, она стояла одна из первых. Мы с ней учились в одном классе и даже одно время сидели за одной партой. Это было очень круто. Очень весело было. Мне тоже хотелось стоять где-то рядом с ней. Но судьба. А когда уже в десятом классе здесь уже в Азербайджане я стояла на линейке, я была вторая. Просто вторая. Во-первых, в России девушки намного выше, чем здесь. И еще я очень выросла с тех пор. Где-то в седьмом классе я, по-моему, резко выросла. А сейчас я как-то могу регулировать свой вес. Одно время я немножечко поправила. Сейчас я похудела. Все в моих руках. Я мало, например, ем. Я моментально просто худею. Если я ем, не знаю, как три мужика, то я начинаю поправляться. Мне мама говорит, чтобы тебе похудеть, тебе достаточно просто есть, как нормальный человек. Как только ты перестаешь есть, говорит, как три мужика, ты худеешь. Еще, кстати, такой момент. Я худею, когда у меня какие-то проблемы в жизни, когда какой-то стресс. Есть люди, которые заедают свой стресс и наоборот поправляются. А в моем случае это наоборот. Когда что-то плохое происходит в моей жизни, у меня вообще не бывает аппетита. То есть я могу целый день ничего не есть и у меня нет вот этого чувства голода. Если у вас есть лишний вес, вам не хватает проблем. Как же это было вкусно. Я когда вышла из бургер-стешена, я подумала, что они забыли положить мне перчатки, потому что я не сказала размер, а у них, насколько я знаю, по размерам. А потом пришла домой, открыла и вижу, нет перчаточки там. Думаю, ура, какие же вы молодцы. Все-таки... Это вам. Я просто обожаю, когда от вас есть какой-то фидбэк. Например, во влоге я там спрашивала у людей, носите ли вы золото, не снимая. И там куча девушек написали, что да, конечно, я тоже не снимаю и так далее. Делится своим опытом, пишут, например, огромные такие вот комментарии. Мне реально безумно приятно. Я стараюсь всем отвечать, все это читать. Спасибо вам за вашу активность. Я вас всех очень сильно люблю. Обязательно пишите свое мнение вот по поводу этой дощечки. Как вы думаете, на ней лучше или лучше вот с этой вот белой посудой? Даже если я вилкой буду касаться поверхности, никаких таких неприятных звуков не будет. На этом все. Я вас всех очень сильно люблю. Целуюсь. С вами Блака Эмили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok